Радио «Вера» представляет Сегодня начало рождественского поста Преподобный Паисий Величковский родился в 1722 году в Полтаве Уже в 17 лет он ушел в монастырь Одно время Паисий подвязался на Афоне, где основал скит пророка Илии Там он приобщился к традициям афонского монашества, умной молитве, строгому уставу местных обителей Но основным делом жизни преподобного стало устройство монашеской жизни в Валахии, на территории нынешней Молдавии В монастыре Драгомирны, а позже в Сякуле и Нямецком монастыре преподобный ввел устав по чину Афона Основные идеи этого устава – нестяжательность, послушание, умная молитва и чтение книг, труд и благотворительность От учеников святого Паисия афонский опыт распространился по всем российским монастырям По словам историка Федотова, Паисий Величковский стал отцом русского старчества Непосредственно связанные с ним Оптина пустынь и Свято-Успенская Саровская пустынь Сделались двумя центрами духовной жизни Два костра, у которых отогревается замерзшая Россия Преподобного Паисия Величковского церковь чтит как праведника и одного из столпов русского монашества Мы просим преподобного Паисия, моли Бога о нас Мученик Григорий Долинин родился в 1875 году в селе Хохлома Нижегородской губернии в крестьянской семье Григорий не боялся работы, брался за любое дело Был и бытраком, и торговым агентом, и конторщиком Нажил небольшой по деревенским меркам капитал, но все потерял в голодные послереволюционные годы Не отчаялся и принялся за работу снова, ведь надо было кормить семью Снова принялся крестьянствовать И в 1925 году даже получил диплом на выставке за культурное ведение хозяйства Но вскоре оставил землю, занялся торговлей хохломскими ложками С советской властью Долинин уживался трудно Его обвиняли в агитации против колхозов, лишили избирательных прав Первый срок, как антисоциалистический элемент, он получил в 1930 году Вернувшись из лагеря, Григорий стал псаломщиком в храме В 1935 году последовал новый арест и пятилетняя ссылка в Казахстан Там, в поселке Щербакты, Григорий Иванович познакомился с группой сосланных священников Верующим удавалось изредка проводить богослужения Встречаться для бесед, чтобы духовно укрепить друг друга Власти усмотрели опасность в таких встречах Быстро возникло дело о церковном контрреволюционном заговоре На допросах Долинин не признал вины, никого не оговорил, не отрекся от своей веры Через неделю после ареста Григория Долинина расстреляли Гоняния на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан, таких как мученик Григорий Они даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего спасителя И мы обращаемся к ним со словами молитвы Молите Бога о нас Священный мученик Петр Канардов родился в Московской губернии в 1870 году в семье священника Он пошел по стопам отца и получил духовное образование Последним местом служения иерея Петра Канардова стал храм в Реутовском районе В 1936 году отца Петра арестовали По обвинению во враждебном настроении к мероприятиям партии и советской власти Его приговорили к пятилетней ссылке в Казахстан В поселок Щербакты было сослано много священников и монахов Они старались держаться вместе, помогали друг другу, совершали богослужения Это не осталось незамеченным властями Последовали новые аресты Отца Петра вместе с другими обвинили в участии в контрреволюционной группе и приговорили к расстрелу Священного мученика Петра посмертно реабилитировали в 89 году А через 11 лет причислили к лику святых Священный мученик Петр разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке Подвигом и молитвами мучеников стоит русская православная церковь Поэтому мы обращаемся к ним Молите Бога о нас Священный мученик Николай Щербаков Родился в Самарской губернии в 1876 году Он закончил семинарию и принял священнический сан В 32 году отца Николая арестовали Для придания законности происходящему его обвинили в спекуляции Но нелепость обвинения была настолько очевидна, что священника отпустили Через три года новый арест Несостоявшемуся спекулянту приписывают руководство контрреволюционной группы И разговоры о необходимости убийства Сталина На сей раз отца Николая отправили в ссылку в Семипалатинск Там он работал два года щитоводом В городе к тому времени не было ни одного действующего храма В 37 году последовал новый арест Священника обвинили в антисоветской агитации Щербаков распространял провокационные слухи о Конституции СССР Восхвалял буржуазный строй Выражал явное недовольство о политике цен на промтовары Контрреволюционно истолковывая их Исходя из абсурдных обвинений Священномученика Николая приговорили к расстрелу Подвиг новомучеников состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни Не оговорил никого, не признал лжи Источником стойкости, предающим силы, была вера Церковь с любовью сохраняет память о мучениках XX века Для нас они – пример любви ко Христу и ближним Мы обращаемся сегодня с просьбой Священный мученик Николай, моли Бога о нас Гурий и Самон пострадали за веру в начале IV века Они жили в Едессе, были друзьями, вместе уверовали в Христа и приняли крещение Когда императоры Диоклетиан и Максимиан начали преследовать христиан Гурий и Самон вышли на проповедь Они ободряли и утешали своих единоверцев Градоначальник повелел схватить друзей христиан Посулил им жизнь в обмен на то, что Гурий и Самон Публично принесут жертву языческим богам Проповедники отвергли сделку Их держали в темнице несколько месяцев Жестоко пытали Мученики с молитвой вынесли все Поняв, что публичного покаяния от Гурия и Самона не добиться Их вывезли за город и обезглавили Христиане с почестями похоронили мучеников Прошли годы, и последний император-язычник Ликений также начал преследовать христиан Диакон Едесской церкви Авив, не желая подвергнуть опасности других христиан, сам пришел к палачам Святой исповедал веру в Христа и был приговорен к сожжению Мученик сам пошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу Когда огонь погас, тело Авива оказалось неповрежденным Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном После смерти святых стало известно о многочисленных чудесах Происходивших с теми, кто с верой и любовью призывал их себе на помощь Особо прославилось чудо с благочестивой девушкой Ефимии из Едесы По молитвам к мученикам Гурию, Самону и Авиву она избавилась от преследований жестокого мужа Тот увез Ефимию в чужие края, обманул ее, оказался двоеженцем, издевался и унижал девушку По заступничеству святых Господь избавил Ефимию от страданий И чудодейственно перенес на родину в Едесу, где она встретилась с матерью С тех пор мученики Гурий, Самон и Авив считаются покровителями супружества, брака, счастливой семьи Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом В его святой воле преклонить слух к молитвам о нас тех или иных святых угодников Сегодня мы вспоминаем святых Гурия, Самона и Авива и обращаемся к ним Молите Бога о нас 28 ноября по новому стилю начинается один из четырех многодневных постов, рождественский Он длится 40 дней и оканчивается 6 января Задача рождественского поста – приготовить верующих к торжеству прихода в мир Сына Божия, к Рождеству Христову В Библии немало примеров, как люди готовились к важным событиям, ограничивая себя в пище и усиливая молитву Время поста издавна называют говением Это старославянское слово, которое означает «обращать особое внимание» Оно сохранилось как часть корня в знакомом нам слове «благоговеть» В дни рождественского поста церковь предлагает верующим обратить особое внимание на то, соответствует ли их жизнь евангельским заветам Это время исправления и очищения, покаяния и прощения Пост – это жертва Богу Можно пожертвовать своим временем и посвятить его не себе и своим удовольствием, а молитве, делам милосердия Можно помочь деньгами, благотворительным проектом или храму Главное во время поста не унывать, а ожидать всем сердцем радости Рождества Христова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok